И всем привет, ребят, с вами Мастер Баник, и сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен обзору наших обновлений, которые уже появятся завтра. Сегодня у нас анонс, сегодня у нас четверг. И сегодня у нас крайне мало новых новостей. У нас не вышел никакой список обновлений. У нас есть только один пост, который мы сегодня вместе с вами разберем. Это пост с майскими праздниками. Уже с завтрашнего дня, с 29 апреля, у нас стартует данный замечательный ивент. Будут, конечно же, скидки, как всегда, дефолтные по 30%. С завтрашнего дня у нас скидка на магазин. В субботу у нас 30% на гараж. И в воскресенье у нас 30% на запуск шагов и 50% на их ускорение. Также этот ивент продлится целых 2 недели. Первый спецрежим, который будет с завтрашнего дня по воскресенье, с 29 апреля по 2 мая рестарта. То есть 2 мая как бы не включительно. Это режим с васпосмокой. Я ванговал, что будет режим с васпожигой, но васпосмока это тоже своего рода интересный должен быть режимчик. Я помню, когда мы на мостике гоняли и было довольно-таки круто. С повышенным шансом выпадения золотых ящиков. И по картам у нас атроферма и палуба. Соответственно, я думаю, что я буду в этом режимчике играть. То есть у нас есть 3 небольшие карты. 4 на 4. И на всех этих картах на васпосмоке я думаю, что будет довольно-таки комфортно играть. Понятное дело, что это не дм-очка, на которой можно ловить прям дофига. Но все равно попробовать что-то, что-то половить можно будет. Но, а второй спецрежим, который будет через неделю, с 6 по 9 мая, не включительно. Это режим с небоскребами на хоппера рельсах. Тот режим, который я, честно говоря, ну, можно сказать, даже не переношу. Мне он не нравится. Ваншотные танки. Ну и вся такая схема с геймплеем на этой карте. Не знаю. Выглядит максимально странно. Я помню, когда-то один раз я там поиграл чуть-чуть. И то, у меня долго нервов не хватило. И я с этим всем делом забросил. Как по мне, это хоппера рельса хуже даже, чем режим с метеоритами. Да, то есть. И джиггернаут так тем более. Да, джиггернаут был тоже такой более-менее. А здесь это хоппера рельса мне она вообще не нравится. Но что касаемо васпосмоки, она реально выглядит неплохо. И я думаю, что даже в моменте она будет интереснее, чем васпожига. Да, может быть там по фондам не так серьезно, не так круто. Но с точки зрения интереса моего лично к этой пушке и формата 4х4, я думаю, что можно будет интересно покатать. Дальше у нас появляются специальные предложения. Ежедневные танкойны. Спецпак за 2000 танкойнов с 10 ультракантами, 7 днями према, рикошетом, эффекта выстрела на рикошет и одной ядерной энергии. И спецпаком, очень интересным, с новым рикошетом магнетрончик, с отключением расходочки, с эмиэффектиком. Но это смотрится интересно и может быть этот рикошет будет очень-очень жестким. Надо будет его, я думаю, что протестировать, посмотреть. Наверное, будет интерес. Рикошет эми, да, твинс эми в принципе выглядит симпатично, но может и рикошет эми будет тоже своего рода бодрячковым. Хотя, если рассматривать с точки зрения того, что у нас сейчас в игре есть рикошет, который дает все статус эффекты сразу, то, наверное, этот рикошет, ну такой, знаете, как 50 на 50. Ну и спецпак для мамонтов с одним скин-контейнером, опять, наверное, за 30 тысяч тонкоинов, как всегда, супер-мега-выгодный спецпак. Написано, покупайте выгодно, поэтому мамонт или мамонты, покупайте скин-контейнер, это супер-выгодная тема. Также у нас увеличены фанды с пятницы по воскресенье на протяжении двух недель и увеличен опыт, да, то есть опыт в два раза больше и кристаллы. Все как всегда, ничего в принципе здесь не меняется. По ультра-контейнерам новое устройство плазменный инжектор для твинса, я не знаю, что это за устройство, завтра посмотрим и может быть даже выбьем и сразу протестируем. Гелиус для рикошета, испепеляющее поле для рикошета, ну и всякие хейкстишки, кризисы, броненосцы. Коинбоксы также появляются, появляются особые миссии, за которые в сумме, если у вас есть премиум аккаунт и боевой пропуск, можно зафармить 19 ультра-контейнеров. Ну и по заданкам здесь, ну ничего такого серьезного нету, да, то есть все довольно-таки просто. 40 увердрайвов единственное, наверное, чуть подольше. Завершить 7 боев в командном бою, ну типа TDM-очки дефолтный. А режимчик у нас будет с вас посмокой в режиме захвата флага, то есть там выполнить нельзя будет, но все равно можно будет на протяжении этих двух недель. Я думаю, что такие супермиссии выполнить, ничего в принципе сложного в этом плане, как по мне, нету. Ну и специальное оформление здесь также появляется. Что касаемо обновлений с списочком, ничего у нас не появилось, соответственно, у нас никакая обнова сегодня, я так понимаю, не выходит. И для меня это очень и очень странно, что ничего у нас здесь не обновляется. Ну, в связи с тем, наверное, что есть у нас перерыв на неделю с видеоблогом, может быть у них какой-то там отпуск, еще что-то в этом духе. Поэтому у нас список обновлений не появляется, может быть появится на следующих выходных. Пишите, что вы думаете по поводу майских праздников, пишите, что вы думаете по поводу спецрежимов. Не забывайте поддерживать данное видео ролик лайком, подписываться на канал, если еще вы вдруг на него не подписаны. Ну и также, друзья, не забывайте нажимать на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики. Ну и не забывайте, что если кто-то еще бэм-бэмсит, там какие-то спецпочечки покупает, тег-контентика, тимп-шечку ставите. И у нас уже через пару дней как раз итоги. Поэтому если кто-то, например, ежедневные танкоины приобретает с тегом, сразу участвуйте в розыгрыше. В описании все в принципе есть. Прочитали и участвуйте, формочку заполнили и все. Красиво у вас будет. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.